Всем привет, кого не видел. Меня зовут Четинин Дмитрий. Это наша следующая лекция. Она будет про репликацию. Кто вообще слышал про это что-нибудь? Как по-вашему, зачем она нужна, что это вообще такое? Для надежности, хорошо. А еще для чего? Распределение нагрузок, хорошо. А вот надежность, надежность где? Надежность базовых данных, да. Хорошо. Ну ладно, тогда обо всем по порядку. Вот материал этой лекции, основная у массы, подготовленная по вот такой замечательной книжке Мартина Клепмана, она называется Data Intensive Applications. Вот я очень ее рекомендую. Я сильно жалею то, что я перечитал ее относительно поздно. Если бы перечитал ее раньше, было бы сильно лучше. Там есть ссылочка на Amazon, можно зайти посмотреть, как она выглядит. Начнем с того, что вообще, зачем вообще нам нужны распределенные системы? Почему мы не можем взять все и сдюжить на одной конкретной машине? Во-первых, потому что у нас может быть очень большая нагрузка и одна машина просто-напросто не сможет сдюжить весь этот поток запросов. С другой стороны, нам нужно делать наш сервис распределенным, если мы хотим добиться какой-то отказоустойчивости. То есть, когда у нас все работает на одной машине, эта машина выпадает, и мы перестаем обслуживать пользователей. Это очень плохо, поэтому нам нужно несколько машин. И другой момент, то, что мы хотим пользователей обслуживать быстро. Что это значит? Если у нас, например, сервер стоит где-нибудь в Европе, а пользователи в Америке, то понятное дело, что географическая удаленность, она будет давать о себе знать, и пользователь будет испытывать какие-то задержки, и ему будет не очень хорошо. Поэтому было бы хорошо поставить наши сервера поближе к нему и обслуживать его там. Поэтому для ускорения ответа и уменьшения задержек ответа распределенной системы тоже используется. Вот какие вообще у нас бывают способы масштабироваться. А способ масштабирования, на самом деле, зависит от той архитектуры, которая у нас используется. Самая такая простая архитектура, это когда у нас общая память. То есть у нас, грубо говоря, одна машина, и в ней один диск, один процессор, одна оперативная память. И все, больше там ничего нет. Понятное дело, что до определенного момента мы можем ставить более мощный процессор, больше объем памяти, но начиная с какого-то момента, когда наступают какие-то предельные значения, стоимость оборудования начинает быть очень высокой. И понятное дело, что здесь отказоустойчивость вообще так себе. Эта машина выпала, какой бы она мощной ни была, она перестает все обслуживать. Ну и географически, одинаково близко ко всем, мы одну машину поставить не сможем. Одинаково далеко сможем, одинаково близко нет. Следующее, бывают такие архитектуры, они на практике, на самом деле, встречаются редко. Это когда у нас один общий диск, а процессоры и оперативная память, они разнесены. Вот там диск соединен по очень производительной сети. В общем, на практике такое вряд ли кто-то когда-нибудь встретит. И самое такое неприятное, что там должно быть какое-то специализированное оборудование, на наших обычных серверах такого не сделать. И следующая архитектура та, которую мы очень любим. Это когда мы, у нас полностью независимые машины, независимые процессоры, память, диск, и они соединены по самой обычной какой-то сети. И управление здесь, координация происходит на уровне приложений. Соответственно, мы как разработчики приложений уже здесь можем на что-то повлиять, что-то сделать хорошее, что-то не очень хорошее. Плюсами здесь является то, что мы можем очень много таких серверов иметь. Они могут стоять близко ко всем нашим пользователям. Также отказоустойчивость, сколько бы они могут выпадать, все разом не выпадут, за редким исключением. В общем, здесь все хорошо. Поэтому мы дальше будем рассматривать, как масштабироваться и осуществляется репликация в системах с такой архитектурой. Как правило, что мы всегда хотим? Мы всегда хотим, чтобы у нас было горизонтальное масштабирование. Что такое горизонтальное масштабирование? Какого железа? Как? Куда? Может быть и разные, да. Мы не усиливаем мощности конкретной машинки, хотя это тоже не исключается. Мы можем доставлять новое оборудование, новую единицу оборудования и будем тем самым улучшать наш уровень качества обслуживания. Что такое репликация? Репликация – это определение довольно простое. Когда мы берем какой-то блок данных, и этот блок данных, копия этого блока данных, она разъезжается на все наши сервера. В отличие от шардирования, это лекция не про шардирование, но иногда мы его будем чуть-чуть затрагивать. Когда мы берем исходный блок данных, бьем его на некоторые кусочки, и каждый кусочек идет на свою машинку. Мы сегодня говорим про репликацию. Вообще, принципы и основы, как и многое в Computer Science заложено относительно давно, еще в прошлом веке. Эти принципы не сильно поменялись. Не поменялись они потому, что не поменялись физические принципы. То, что скоро света конечная, наверное, в основном почему не поменялось. И когда мы говорим про репликацию, мы будем рассматривать несколько типов. Это даже такие классы систем, построенных с использованием репликации. Это репликация с выделенным одним лидером, репликация с выделенными несколькими лидерами и репликация вообще без выделенного лидера. Начнем мы с репликации с выделенным лидером. В репликации с выделенным лидером можно выделить несколько режимов репликации. Это режимы синхронный, асинхронный и гибридный. Вот, если мы это все рассмотрим подробнее, это просто такое введение было небольшое. Вот, если мы, как вообще выглядит репликация с лидером? Вот у нас есть реплика, а реплика в общем случае это не термин, который обозначает любой узел в системе, как мастер, так и слейв, он же лидер и фолловер. Вот, мы берем какую-то реплику, мы объявляем, что она лидер, остальные становятся фолловерами по определению, и репликация происходит так, пользователи все записи отправляют на лидера, лидер реплицирует эти записи на фолловеров, и пользователи, которые производят запросы на чтение, они читают с фолловеров. В общем, тут все просто. Вот, сложность начнется чуть дальше. Ну, здесь все понятно, один лидер, много фолловеров, вот, и эта схема, она очень широко применяется в реляционных базах данных всем знакомых, всем знакомым нам, вот, ну, не только, на самом деле она применяется еще и в новой SQL, вот, и более того, она очень часто применяется в очередях сообщений. Кто слышал что-нибудь про Kafka, RabbitMQ, слышали? Вот, там тоже, на самом деле, используется мастер-слейв репликация. Как я уже сказал, режимов репликации бывает два, это синхронный и асинхронный. Вот, здесь картинка хорошо видна. Вот здесь вот нарисована схема, система с репликацией, где один слейв работает в синхронном режиме, и один слейв в асинхронном режиме. И что значит синхронный и асинхронный? Это значит, что когда пользователь записал на мастер, то при синхронной репликации мы получим ответ от мастера, что все записано тогда, когда эта запись осела на слоеве. Во случае асинхронным слоевом у нас таких гарантий нету. То есть мы не ждем, когда запись осядет на слоеве. Вот вся разница. Какие достоинства здесь? То, что у нас на слоеве всегда актуальная копия данных, полностью совпадающая с мастером. Вот, и когда, если у нас лидер, мастер выпадает, то мы вполне себе можем взять в качестве нового лидера ту синхронную реплику, и данные мы не потеряем вообще никакие. Вот, а какие недостатки здесь? Правильно, а еще? Блокирует мастера? Ну, это медленно. Ну, увеличенная задержка, да. А еще какой вот? Если у нас выпадает слейф такой синхронный, что у нас происходит? Ну, у нас режим синхронный, что у нас такой инвариант, что все, что записывается на мастер, оно мастером отвечает, что он ок, что он записал, тогда, когда он записал, отреплицировал это на слейф. На слейф он отреплицировать не может, соответственно, он нам никогда не ответит ок. Соответственно... Много слоевов, выход любого из них из стероя приводит к отказу системы на запись. Вот, это не то, что мы хотели. Вот, поэтому немного не влезло. В общем, как правило, так не делают, что все слейфы, они синхронные. Вот, в случае асинхронной репликации этот недостаток исчезает. То есть, если у нас какой-то слей выпадает, мы благополучно пишем на мастер, получаем успешные ответы, и все хорошо. Вот, а что плохо? Да, правильно. На самом деле, более того, мы не можем гарантировать, что в один прекрасный момент выпавший мастер, он не потеряет запись целиком. Что вот мы на него отправили, он еще не успел отправить ни на один из асинхронных слоевов, выпал, и тем самым, что получилось, мы потеряли данные. Вот, тоже не очень хорошо. Вот, но... Не очень хорошо, но часто это неизбежно. Например, если у нас мастер и слейф стоят в разных дата-центрах, мы никак не можем сделать синхронную репликацию, потому что там очень большие задержки. Пользователь будет испытывать... В общем, ничего хорошего он испытывать не будет. Соответственно, гибридный подход, так называемая полусинхронная репликация, она... Усторонена как? Так что часть слоевов, она работает в синхронном режиме, а часть слоевов, она в асинхронном режиме. Соответственно, у нас как минимум две копии данных, актуальных, совпадающих между собой, между мастером и синхронным слоевом. Также, если у нас кто-то из них выпадает из асинхронных, то мы все равно можем продолжать прогресс. Вот, если вдруг у нас выпал синхронный слейф, мы можем какого-нибудь из асинхронных сделать синхронным. Вот, выглядит все хорошо. Вот мы построили такую систему, у меня есть один лидер, на него идут запросы, этот лидер реплицирует измененные данные на фолловеров, мы читаем с фолловеров. Вот мы, например, системный администратор, и вот мы администрируем эту систему. Хорошо то в ней, что, поскольку фолловеров много, мы можем что сделать? Мы можем взять, например, и какого-нибудь убрать на обслуживание, поменять память, диск, обновить ПО, версию, операционную систему, ядро, что угодно, и потом снова ввести. Соответственно, мы можем просто расширять этот кластер, добавляя нового слоева. Вот как нам добавить нового слоева? Вот здесь такая проблема, что поскольку у нас на мастера постоянно идут записи, мы не можем просто взять файлики, которые лежат на мастере, и их там rsync-ом и каким-нибудь скопировать на нашего нового слоева. Так ведь? Вот, что в этом случае делать? Можно попробовать заблокировать базу данных, сказать, подожди, ничего не пиши, мы сейчас стянем с тебя, снапшотик положим к себе, и потом снова разрешим писать тебе. Но это тоже плохой вариант, потому что, ну, мы вроде строили отказоустойчивую систему, а тут получается, что вроде как обычное действие, добавление слоева, оно приводит к отказу. Это не очень хорошо. Вот. Но обычно как делается? Обычно делается так, что мы берем какой-то консистентный снапшот с лидера, вот, и как правило его можно взять, потому что, если посмотреть, практически все базы данных, они умеют, например, делать бэкап. Чтобы сделать бэкап, нам нужно уметь делать, брать консистентный снапшот, при этом не останавливая запись. Вот. Как это делается, мы посмотрим чуть дальше. Мы этот снапшот консистентный раскладываем на вот он есть. Мы раскладываем его на фолловеры. Пока он копируется, у нас вот красный, красный такой участок, это появившиеся новые записи. Потом после того, как фолловер получил вот этот целиковый снапшот, он в целом знает, до какого момента этот снапшот актуален, и начиная с этого момента, начинает запрашивать данные у лидера. Лидер, соответственно, ему перекидывает все данные, которые пришли с момента снятия снапшота. После того, как все эти данные приехали на фолловера, фолловер считается, не знаю, по-английски это называется catch-up, по-русски, наверное, это самое близкое. Он догнался, что ли. Я не знаю, как еще. Догнавшийся. Догнавшийся, да. Он догнался, и после этого на него можно уже пускать пользовательскую нагрузку на чтение. Вот. В целом все хорошо. Но, как я уже сказал, вообще взять вот консистентный стоп-шот не очень хорошо. Вот здесь вот есть небольшие подсказочки, как это сделать. Обычно есть такая технология, как Multiversion Concurrency Control, заключается в том, что когда мы модифицируем данные, модифицируем данные, мы на самом деле, у нас не одна версия данных, а несколько версий данных, в зависимости от времени, от транзакции, еще что-то. Например, как правило, уровень изоляции, который соответствует репитабл-риду, он работает на этой технологии. Вот. Другой вариант, что если у нас данные, например, вообще неизменяемые, и у нас какой-нибудь копия он-райт, то мы тоже можем очень легко взять консистентный стоп-шот. Другой тонкий момент, что надо как-то еще хранить мета-информацию, что вот этот вот снап-шот, он до такого-то времени в логе репликации, чтобы запросить там лог репликации с определенного момента, чтобы догнаться. Это тоже такая инженерная задачка, но в целом все решабельно. Тут ссылки есть, как это сделано в MySQL. В MySQL механизм репликации называется бин-логом, в Postgres он называется, я даже не помню, как он называется, replication-лог, наверное, он там так и называется. Вот. Что делать, например, когда у нас в этой схеме отпадает слейв? Вот он, например, временно выпал. Там сеть между ними моргнула, мы его временно выводили, там, не знаю, на 10 минут там инженер, не знаю, память менял. Вот. Все правильно. На самом деле тут все просто. Тут вот это восстановление, это вот кетчап. Ему просто надо временно, поскольку у него уже есть какой-то консистентный снапшот на момент того времени, когда произошел этот сбой или мы его отключили, мы просто включаем, не подаем на него пользовательскую нагрузку, он сам дозапрашивает нужные данные, скажем, догоняется и после этого может принимать пользовательские запросы. В общем, здесь все понятно вообще, здесь проблем с этим нет. Вот. А что делать, когда у нас свалился лидер? Он у нас один. Выбрать другого. Да, деваться некуда, надо выбрать. А вот как выбирать? А? Если есть, то это хороший кандидат, да, правильно. Вот. Нет голосования. А если нет голосования, а кто голосует? Ну, то есть, понятное дело, что здесь уже мы 20 секунд подумали, уже вопросов очень много. А вот процесс, вот фейловер процесс, это, ну, в данном контексте это именно восстановление после сбоя лидера. Вот. Но обычно происходит так, вот, был лидер, потом вот он, что-то с ним стало не то, тут тоже есть на самом деле тонкий момент, вот, он выпал, его нету, вот, что мы делаем? Мы берем какого-то фолловера, говорим, ты доброволец, как-то говорим, вот, ты становишься лидером. После этого нам нужно каким-то образом сделать так, чтобы переконфигурировать систему, чтобы пользовательские запросы шли на него, уже на нового лидера, и при этом, чтобы фолловер восприняли этого нового лидера как лидера и насасывали данные с него. То есть, тут очень масштабная переконфигурация системы идет. В общем, лидер, он может, как и любой другой узел в распределённой системе, он может выпасть по многим причинам, а может даже не выпасть, а мы будем думать, что он выпал. Вот, это сбои сети, оборудование, питание, в общем, чего угодно. Это баги ПО, которые никто не отменял, это человеческий фактор, вот, и в общем случае, на самом деле, нету какого-то способа такого бронебойного понять, что произошел отказ. На самом деле, по-моему, даже есть какая-то теорема, что в асинхронных сетях вообще невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, что что-то отказало, потому что, я не знаю почему, но, в общем, где-то я слышал, что такое есть. И здесь, как раз, в игру вступают таймауты. В общем, если без таймаута, мы здесь ничего не можем. Соответственно, для обнаружения того, что мастер сбойнул, используются какие-то постоянные таймауты, хердбит и еще что-то. Допустим, мы сумели определить или заподозрить, что лидер у нас недоступен. Как вы ранее сказали, у нас лидера можно выбрать, но процесс выбора это, на самом деле, задача распределенного консенсуса, которая довольно сложная. Кто что-нибудь слышал про паксос, рафт, звуки пирата мигпродкаст. Вот. В общем, есть алгоритмы, которые позволяют в распределенной системе достичь консенсуса. Вот. Другой способ, что у нас может быть какой-то контроллер выделенный, который наблюдает, и в нем заложен какой-то алгоритм, что вот ты доброволец, ты становишься мастером, и начинает переконфигурировать всю систему. Вот. И, как правильно сказали, то тот слейв, который работал в синхронном режиме, он самый лучший кандидат на нового лидера. Вот. Если такого нету, то тот, который самый близкий по состоянию к выпавшему лидеру, этот, понятное дело, самый лучший кандидат. Вот. От себя хочу заметить здесь, что назначение нового лидера через какой-то контроллер, оно, как обычно на практике происходит. Админы, наверное, пишут какой-то скрипт, вот, который не очень тестируют, а тестируется он один раз в продакшене, когда выпадает мастер, это значит, какой-то знатный факап, понятное дело, он работает не очень хорошо, вот, и, в общем, так делать не надо. Ну, почему-то просто на моей практике встречалось такое, что вот такие вот критичные вещи, как вот механизмы переключения, вот эти механизмы фейловера, они в тестинге не тестируются, потому что там нет достаточно ресурсов, мол, типа, что тут, переключил, туда перенаправил, оп-оп-оп, все, вот, так не работает, поверите мне. Ну, вообще, какие вот здесь проблемы могут произойти, когда у нас мы осуществляем всю вот эту механику по назначению и введению в строй нового лидера. Вот, во-первых, мы можем потерять записи, потому что, как правильно заметили, у нас, если вся репликация у нас асинхронна, у нас может не быть слоева с нужными нам, со всеми данными. Вот, соответственно, у нас мастер выпал, мы выбрали самого свежего слоева, его сделали мастером, и при этом у нас там не все данные. То есть, где строили отказоустойчивую систему, данные потеряли. Не очень хорошо. Вот, это продолжение той схемы. Вот, мы выбрали там нового лидера, он стал. Вот, а потом другая проблема-то, что вот зелененькое это данные, которые записались после того, как он стал лидером после выборов. Вот, и допустим, вот здесь вот внезапно появилась сеть, или там, не знаю, включили машину, которая была старой мастер. Вот на старом мастере вот этот красный участок, это те данные, которые он не успел отреплицировать. Вот, и здесь такая проблема, у нас получается конфликт, у нас есть одни записи, другие записи, и вообще-то нет процесса разрешения этого конфликта. Соответственно, если вдруг мы захотим сделать обратно мастера, который раньше был мастером, вот, ну, как правило, часто так бывает, потому что, ну, не зря он раньше был мастером, там могло стоять какое-то более мощное железо, например, потому что он один обслуживал все запросы или еще что-то, вот, то не очень понятно, что нам делать вот с этой вот красной, красным участком данных, которой ни у кого не было. Вот, у нас какие опции тут есть? Все правильно, да, как правило, дропают, если нет разрешения конфликтов, ну, ничего не остается, кроме как дропнуть. У нас выбрали, либо дропнуть зеленый, либо дропнуть красный. Понятное дело, мы дропнем красный, потому что, во-первых, его проще, его может быть меньше. Но, вот, мы отбросили эти записи, которых ни у кого нету, но тут бывает другая проблема, что часто, например, она связана с автоинкрементными первичными ключами. Часто автоинкрементные первичные ключи используют как внешние ключи в других системах, например. Вот, и, соответственно, мы после, до того, как предыдущий мастер не выпал, мы делали какие-то запросы, получали внешние ключи по внешней системе, например, в системе прав мы по этим внешним ключам использовали как идентификаторы и выдавали какие-то права, например, разрешение, еще что-то. Выпал лидер, стал новый лидер, у него автоинкремент чуть ниже, мы начали добавлять записи, выдали те же самые ключи, уже, возможно, другим пользователям, они пошли во внешнюю систему и по этим ключам получили чужие права. Вот, это ненадуманная история, один раз так было, в книжке про это рассказывается, что это было так у гитхаба. То есть они в MySQL писали какие-то данные, получали ключи и по этим ключам в Redis кэшировали что-то для пользователей. Вот, соответственно, после того, как пришел такой сбой, но другим пользователям выдались эти же автоинкрементные ключи, они пошли в Redis и этим ключам получили данные, которые, на самом деле, принадлежат другим пользователям. Вот, то есть отбросить-то отбросили, но нужно учитывать контекст, что не всегда можно так просто отбросить. Если уже что-то утекло за нашу систему, надо быть аккуратней. Вот. Ну и самый такой нехороший момент, он называется Split Brain. Вот. Что это такое, кто слышал? Ну, два мастера, может быть. Да, все правильно. Может быть, в системе случится такой казус, что два узла, считая, что они лидеры, они благополучно принимают на себя записи, реплицируют их. И при этом, поскольку у нас система с одним лидером, у нас нет никакой системы разрешения конфликтов, потому что, по идее, у нас нет конфликтов, не должно быть. Вот. А возникает система, при которой эти конфликты появляются. И как показывает опыт, оно всегда приводит к потере данных. То есть, ну, на моем опыте я такое о предыдущей работе наверное раза три видел точно. Слава богу, это были не очень критичные данные. Но это было тоже в какой-то мере следствие того, что кто-то там не оттестировал скрипт, который переконфигурирует систему, например. Хотя стоило это делать. Вот. И на самом деле вот этот восстановленный сплитбрейн, он встречается сплошь и рядом. Вот если здесь мы посмотрим на дату, это вот ноябрь 2018 года. это репортик гитхаба, как у них случился сплитбрейн и довольно долго гитхаб не работал. Инженеры почти я не помню точно, но около суток восстанавливали данные, потому что там 40 секунд было два мастера. В общем, очень неприятная ситуация. А? Они как задетектили? Нет, там дело в том, что по статье у них было по-моему эти два, ну там у них по-моему дата-центр, я могу убрать, поэтому вот там в статье все, я ее по диагонали так читал, там в общем меняли оптику какую-то и соответственно отключили какую-то часть сети, там рекистратор, который как раз вот этот механизм, который понимает, что мастер выпал и надо переназначить другого, он отработал не очень корректно и назначил двух мастеров. Соответственно, ну просто часть запросов шла туда, часть запросов шла туда. Дело в том, что как происходит, когда там есть мониторинг репликации, то есть, грубо говоря, если у тебя идет мастер и один слейв и поток однонаправленный, то есть на самом деле как это замечается, в какой-то момент просто перестает работать репликация и загорается мониторинг, она перестает работать, потому что кто-то на вот этого слоева сделал какой-то апдейт другой, вот, и запись, которая приходит из репликейшн лога с мастера, она конфликтует с этой записью. В этот момент репликация останавливается, загорается мониторинг, то есть это у всех баз данных и у любого уважающего себя DBA есть такой мониторинг в распределенной базе данных в первую очередь, что репликация не работает. Вот, можно почитать статейку. Как уже было сказано, для того, чтобы определить, что вообще узел живой-неживой, лидер живой-неживой, используют тайм-ауты. Вот, как вообще выбрать этот тайм-аут? 5 минут, 10 секунд. От чего он зависит? От какой системы? Можно динамически определять свои средства и запасы корректируют только если, ну, на самом деле все правильно, и правильно то, что в общем случае нету никакого такого хорошего способа определения, вот, и с одной стороны, если мы возьмем долгий тайм-аут, мы что у нас получится? У нас получится, что система не работает, а мы считаем, что вроде как все работает, и не предпринимая никаких действий. С другой стороны, если у нас будет коротенький тайм-аут, то в случае какой-нибудь временной проблемы, например, там кто-то пустил трафик, какой-нибудь сетевой всплеск, еще что-то, мы посчитаем, что лидер не живой, и запустим весь вот этот процесс, хотя его можно было бы избежать, и благополучно наткнемся на все проблемы. Вот. Ну, здесь хочется сделать такие выводы, что с виду кажется, что система простая, все дела, но даже в такой простой системе и такой простой парадигме, как мастер-слейф репликация, она очень таит в себе очень много проблем, и у этих проблем нет простых решений. То есть не надо уподобляться ДБМ, которые думают, что сейчас скриптец на лая, и у меня все переключится, и будет отказоустойчивая система. Его даже тестировать не надо, где тут ошибаться. Вот. А сложная она, потому что все проблемы, они вообще-то фундаментальны, потому что у нас все ломается, оборудование ломается, сеть ломается, и поэтому мы всегда должны выбирать всегда трейдов между надежностью записи, между консистентностью этой записи и между доступностью. Вот. Надо иметь это в виду. Теперь вот у нас мы находимся все в контексте репликации с выделенным лидером. Теперь мы посмотрим, как же вот устроены вот эти вот, как можно собственно реализовать сам механизм реплицирования. Вот. Мы говорили, что есть какой-то replication log, slave там запрашивает что-то, мастер что-то отсылает, вот. А что в этом логе? Какие варианты? Вот. А вариантов может быть несколько. Мы в этом логе могут быть непосредственно сами запросы, которые приходят на мастер. в этом логе могут быть так называемые это репликация write-head лога. Кто знает, что такое write-head лог? И для чего он нужен? Правильно. Это называется физический уровень. Третий уровень это логический. Вот в случае, в первом случае, когда мы в replication log у нас содержат запросы как есть. Мы натыкаемся, с одной стороны, это довольно просто и тупо, и занимает немного места. То есть один запрос по объему трафика, это вот, что на мастер пришло, то и ушло. Вообще замечательно. Вот. Какие тут могут быть проблемы? Нет, объем данных здесь небольшой. Если у нас, ну, как бы у нас пришел один апдейт, какой-то, мы его как есть, этот апдейт, так и записали в этот лог, слейф прочитал, применил тот же самый апдейт. Мы посередине чтения умерли и не записали ничего про него, что оно было что-то не реально. В смысле? Могут быть какие-то зависимости на самих машинах странные, то есть которые не содержатся в запросе, но он будет немножко по-разному из-за этого данного. В целом, правильно. Да, в запросах могут использоваться такие функции, которые что-то вроде time, now, current, еще что-то, которые могут зависеть от локали, или даже now, потому что есть задержка репликации, даже now отработает по-разному. То есть в чистом виде исходный запрос нельзя отправить, он там применится, то есть надо все равно какие-то трюки, то есть вот эти вот now и все вот эти производные вот эти вот функции, зависящие от окружения, их надо заменять. Все равно какая-то работа требуется. Вот, а если всякие автоинкременты, то тоже не очень понятно, что делать. Вот. И что делать, если вдруг висят всякие триггеры на тех записях, которые реплицируются, их надо выполнять только на мастере или еще и на слоеве надо выполнять. Тоже не очень понятно, что делать. В общем, идея элегантная, она содержит много подводных камней. Тем не менее, такой подход использовался в старых версиях MySQL. Следующий вариант это репликация через write и headlock. Как правильно заметили, write и headlock в таких вот базах данных он служит для обеспечения атомарности и надежности. То есть перед тем, как сделать какое-то изменение над самими данными, мы сначала пишем в журнал дескриптер того изменения, которое мы хотим совершить и только после этого модифицируем данные. Это нужно для чего? Если у нас вдруг мы записали в этот журнал, но в процессе изменения самих данных мы упали, то после восстановления мы сможем перечитать журнал и доприменить несоответствующие изменения или откатить те изменения, которые не нужно было делать. И вот этот журнал содержит довольно описание изменений на довольно низком уровне. То есть буквально там может быть такое, что типа в этом файлике по такому-то смещению поменяет какие-то байты поставить какое-то значение. И в чем здесь суть? То, что такой журнал любая более-менее нормальная база данных она и так ведет. Его можно использовать для репликации. То есть в потоке репликации мы пишем вот эти же изменения что в журнале. И каждый слейф он применяет их и применяет к своим структурам данных. То есть он прямо берет и на очень низком уровне отсюда и название вот этого уровня, что он физический, он прямо там на уровне файликов он начинает модифицировать какие-то структуры. Вот. Что здесь хорошо, что плохо? Больше сказать надо. Правильно, да. Здесь здесь фишка в том, что если, например, представить себе ситуацию такую, что у нас есть, если это реляционная база данных, у него, например, какая-то табличка и на этой табличке много индекса. Когда мы делаем какой-то апдейт, у нас нужно обновить как основную таблицу, так и индексы и еще что-то. Соответственно, в этом write-ahead-logе у нас будет очень много записей на каждую структуру данных, потому что индексы и основная таблица должны быть атомарны, обновлены. Вот. Из-за этого действительно может быть даже на очень небольшой апдейт может быть очень много трафика. Так, называем write-amplification усиление записи. Вот. Большой объем трафика. Что еще здесь не очень хорошо? Здесь, на первый взгляд, это очень тяжело заметить, но вот если при эксплуатации таких систем могут возникнуть... А, сейчас забыл сказать. Это мы проговорили. Да, и вот такая схема, она применяется в Workly и Postgres. Из таких подводных камней мы сказали, что большой трафик. Вот. И другой момент, что она очень низкоуровневая. И, например, мы, как разработчики баз данных, мы, например, развиваем наш продукт и делаем какие-то оптимизации. Соответственно, формат хранения нас может поменяться. Вот. И если мы захотим в кластер ввести новый... Ну, обновить... Мы просто захотим обновить версию баз данных на нашем кластере. Соответственно, мы как? Мы берем, выводим машину, обновляем ПО, подключаем. Вот. И мы подключить не можем, потому что формат данных поменялся. То есть мы сделали более оптимальный формат хранения данных, там, не знаю, новые индексы придумали, еще что-то. Из репликации к нам приходит старый формат. Мы не можем просто так взять и подключить. То есть, казалось бы, мы делали систему отказоустойчивой, добавляли туда избыточность в виде дополнительных фолловеров, чтобы иметь возможность вывести и ввести для... В том числе, ради планового обновления. Мы не можем безболезненно совершить это плановое обновление. Вот, поэтому с точки зрения эксплуатации такие системы, они привносят некоторую головную боль. Конечно, понятное дело, что, как правило, делают какие-то конвертеры, которые позволяют там один формат в другой, но это не очень хорошо. Поэтому, если здесь неаккуратно что-то делать, можно в общем сломать все. И другой такой момент, что у нас есть база данных, есть лидеры, на нее идут запросы и есть replication log. В целом, мы могли бы какой-нибудь внешней системой или нашим каким-нибудь приложением подцепиться к этому внешнему логу, к этому replication log и делать какие-нибудь полезные действия с этим. Анализировать его как-то, еще что-то, перекладывать в другую базу данных, например, делать какое-нибудь аналитическое хранилище или не знаю, заливать там в solar, в ластик для построения полнотекстовых индексов, например. Если у нас используется такая репликация, мы должны знать все детали реализации, которых мы, понятное дело, знать не можем. И поэтому мы к такому логу и внешней нашей системы не подсосемся и никакой полезной информации не получим. Третий способ репликации это первый был запрос как есть, второй это физический, а третий он логический. То есть он подразумевает то, что формат хранения на диске он один, а формат записи, которая идет в блоге репликации, он другой, он логический. То есть, грубо говоря, для записи, которая оставляется, он содержит целую в записи. Если запись какая-то модифицируется, он говорит идентификатор этой записи и какое значение поменять на как. запись удаляется, он просто передает идентификатор удаляемой записи. Что здесь хорошо, что плохо. И вот современные версии MySQL используют такой подход. Что здесь может пойти не так? На самом деле здесь тоже есть риск, что будет много трафика. Например, мы можем сделать запрос update что-то там, что-то, он затронет полтаблицы. И у нас пойдет полтаблицы рядов туда. Хотя в случае statement-based репликации мы бы переотправили один запрос. Вот. Но очень хорошо то, что мы можем менять формат хранения независимо от того, как устроена репликация. То есть у нас мы как админы, которые эксплуатируем базу данных, мы можем безболезненно взять, вывести узел, поменять на нем ПО, даже если там сильно поменялся формат хранения, вот, то благополучно ввести ее и быть уверенным, что почти наверняка ничего не сломается. Даже более того, в этом случае у нас разные мастеры могут работать на одном движке базы данных, а слоевы на другом. Например, в MySQL мастеры могут работать и на DB, а слоевы на MySami. Вот. С физическим уровнем такое было бы невозможно. Вот. И очень хорошо то, что поскольку уровень поскольку репликация идет записи, которые описывают логические изменения, мы можем подключиться внешней системой и получать какие-то производные данные. Вот эта технология называется Change Data Capture, там есть ссылочка, вот, она довольно широко используется и очень удобно. То есть, в противном случае нам пришлось бы перед базой данных ставить какое-то приложение, которое писало бы и туда, и в нашу базу данных, а так мы линеаризуем все, все пишем в базу данных и потом после того, как в нее записалось, транзакция отработала, все хорошо, мы уже получаем результат и его применяем к себе, там в хранилище аналитики, в полнотекстовый поисковый движок, еще куда-то. Вот, здесь есть вопрос? все примерно понятно. Следующий момент, что мы вот до сих пор находимся в схеме, где у нас есть мастер, есть слоевы, вот, и есть время, пока запись, которая совершена на мастере, она дойдет до слоева, и вот это вот называется задержка репликации, лагом репликации. Вот, и что вообще мы имеем на данный момент? Мы на самом деле, когда у нас есть мастер слоев репликация, мы имеем так называемую read-scale архитектуру, она вот очень хорошо подходит для профиля нагрузки, как вот в интернете, потому что мы очень много читаем, очень мало пишем, соответственно, чтобы нам обрабатывать большую нагрузку, мы что делаем? Мы просто берем, доставляем слоевов, и продолжаем сдюживать нагрузку на чтение. Вот, но поскольку у нас все слоевы не могут быть синхронными, у нас большинство слоевов, оно асинхронное. Соответственно, у нас есть какое-то время, вот это время задержки, пока запись есть на мастере, но ее нет на слоеве. Так ведь? Вот, и поэтому у нас получается так называемый ventual consistency, что неконсистентность между мастером и слоевом, но эта неконсистентность, она временная, и через какое-то время она пропадет. Ну, появится новая, но это пропадет. Вот, и что нам с этим делать? В общем случае, когда все у нас хорошо работает, там никаких сбоев, там, затупов в сети нет, у нас этот лак, он какой-нибудь постоянный, там, там, round-trip тайм сети, в зависимости от сети, это там, не знаю, ну, до миллисекунд, это худший случай, там, миллисекунды, вот, но в общем случае гарантии нет, если происходит какой-нибудь затуп, какой-то сбой, он, этот лак может стать минутами, и вот большие лаги, они создают реально проблемы для пользователей, потому что ты вроде записал, а потом прочитать не можешь, точнее, читаешь, этого нету, и не очень понятно, что делать, где ошибка, ошибка в чтении, или ошибка в записи, или где вообще ошибка, вот, и сейчас мы рассмотрим некоторые аномалии, которые могут быть вызваны вот этой вот задержкой репликации, то есть сейчас мы находимся в режиме, когда у нас слейп асинхронный, с синхронным слейпом такого быть не может, вот, первая аномалия, она выглядит так, что пользователь, он опубликовал объявление на мастер, оно отреплицировалось на два слейпа, вот, потом он, мы ему хотим показать то, что он опубликовал, читаем со слейва, но попадаем на тот слейв, на который еще репликация не дошла, и что он видит, он видит, что он как будто бы ничего не опубликовал, вот, и, ну, что ему думать, ошибка, конечно, подождет сколько-то, обновит, оно появится, но все равно это, ну, мы у пользователя вызвали какое-то недоверие к своему ПО, скажем так, вот, и, ну, здесь аномалия, что мы, человек, пользователь воспринимает то, что он должен увидеть то, что он записал, а это не происходит, это проблема, вот, но при этом он должен видеть, а сосед не обязан видеть, то есть, ну, сосед не будет плохо, хуже, если он увидит это, не знаю, полсекунды позже, в общем, тут проблемы есть, и их надо как-то решать, вот, и мы хотим избавиться, вот, например, мы хотим избавиться вот от такой аномалии, вот как мы можем это сделать? Мапить синхронные, подоятно. Ну, у нас мы не можем синхронных слоевов, мы хотим сдружить большую нагрузку, у нас много пользователей, у нас большинство слоевов асинхронные, соответственно, очень много пользователей, они читаются с синхронных слоевов, Да, не про себя, но вот когда они читают про себя, то что нам делать? Первый такой очевидный момент, что потенциально те данные, которые он изменял, мы отправим чтение на мастера. То есть мастера та же самая экземпляра базы данных и никто не запрещает с него читать вообще. Это в целом да, но в идеале так должно быть, что практически все чтения должны быть с реплик, с фолловеров, они же с лывы. Но никто не запрещает в каких-то редких случаях прочитать с этого. То есть даже более того, если, например, мы выполняем какой-нибудь запрос, что-то вроде делаем транзакцию, где у нас select for update и потом какой-то update, у нас же select, который читает, он должен выполняться на мастере. Например, если мы пользователю показываем его профиль, который он, возможно, только что подредактировал, то мы его прочитаем с мастера. Если мы показываем чужой профиль, мы его прочитаем со слоева. То есть пользователи заходят в редактирование своего профиля довольно редко, тут небольшая нагрузка, поэтому можно в целом на этом выехать. Вот. Другой момент, что мы можем для пользователя смотреть, когда он совершил последнее обновление, последнее обновление, если это обновление время прошло меньше, чем наш какой-то потенциальный максимальный, максимальная задержка репликации, мы его отправим на мастера. Время после последнего изменения увеличивается, мы его отправляем на слоевые. Вот. И третий момент, что мы в целом можем мониторить отсталость каждой из реплик, если реплика сильно отстает, то просто выводить ее и не давать на нее пользовательские запросы. Вот это была такая аномалия, что пользователь не видит то, что он записал. Вот следующая аномалия, она выглядит так, что пользователь видит записи, как сказать, в обратном, ну не в обратном порядке, а в общем не монотонно. То есть проще на примере, наверное, посмотреть. Здесь идея в том, что здесь два пользователя. Первый пользователь оставил объявление, вот, запись пошла на мастера, с мастера она асинхронно отреплицировалась на слоевые. Вот. При этом пользователь второй, он делает два запроса на чтение подряд. Первый запрос попал на тот слейв, на который успел отреплицироваться, он увидел это объявление. Следующий запрос попал на тот слейв, куда еще не успел отреплицироваться, он не увидел объявление. То есть для него оно исчезло, хотя оно на самом деле не исчезло. В общем идея такая, что если пользователь что-то увидел и с этим не поменялось, оно должно продолжать быть ему видимым. Вот здесь это нарушается. Вот как нам от этого избавиться? Какое-то время присваивать пользователю конкретному слоеву. Правильно, да. Вот, например, по ID-шнику пользователя мы можем понимать, что вот мы всегда на него и тогда на этого слоева и все будет хорошо. Вот. И последняя такая аномалия, это нарушение, она приводит к нарушению причинно-следственных связей. Вот здесь вот немного она похитрее, мы попробуем понять. Здесь есть два-три участника. Один участник задает какой-то вопрос, второй участник на него отвечает, а третий участник он просто наблюдает за событиями, которые возникают. Вот. И здесь у нас две системы, две мастер-слейв системы. И проблема в том, что вопрос задается в одной мастер-слейв системе, а ответ происходит через другую мастер-слейв систему. И поэтому у них нет точки, через которые они могут упорядочиться. Соответственно, если мы, если наблюдатель смотрит, читает со слоевов, он может сначала прочитать ответ, а потом вопрос. И, ну, для него будет странно. Как будто кто-то будущее смотрит и может предсказывать будущее, тот вопрос, который ему зададут. Так. Вот. Ну, это мы все в целом сказали. В общем, да, здесь идея в том, что связанные события, они должны записываться, они должны проходить их записи через один тот же мастер. Ну, или шард, если у нас шардированная схема. Вот. Теперь мы закончили с репликацией с выделенным лидером. Вот. По ней есть вопросы какие-то? Вот. И теперь следующий раздел — это репликация с несколькими лидерами. Вот. Как она выглядит? Это вот в нашей предыдущей схеме появляется еще один лидер. Вот. И он становится фолловером для другого лидера и наоборот. Вот. При этом все фолловеры, они читают репликацион лог со всех лидеров. Вот. А зачем? Ну, как правило, такая схема, она применяется в мульти-дата-центровом окружении. Вот. То есть на схеме изображено два дата-центра. Одни пользователи ходят в один дата-центр, потому что он географически к ним ближе, другой, другие в другой. Вот. И записи реплицируются. Но при этом должен быть обязательный механизм, который должен разрешать конфликты, потому что понятие то, что дата-центр ближе, оно такое растяжимое. Если где-то у провайдера произошел какой-то сбой, мы можем пойти по другому пути какому-то сетевому, и другой дата-центр окажется ближе, и наша запись пойдет в него. Соответственно, а в этот момент дореплицировалась наша предыдущая какая-то запись из соседнего дата-центра, и здесь мы рискуем словить конфликт. Поэтому на таких схемах всегда должен быть какой-то механизм разрешения этих конфликтов. Вот. В чем вообще преимущество такой схемы? Да, мы можем потерять дата-центр. Что еще мы можем? Вот здесь написано, то что у нас мы улучшаем производительность, то есть мы записи пользователя не гоним там, не знаю, на соседнее побережье или там с Владивостоком Москву мы не гоним. Вот. Другой момент, то что да, мы можем пережить целое выпадение дата-центра, и у нас ничего не случится. Вот. Но и в то же время, если у нас вдруг какой-то сбой происходит, мы пойдем по другому пути сетевому, который на текущий момент окажется короче, и тем самым нивелировав вот этот вот сетевой затуп. Вот. А какие здесь минусы? Сложно. А еще что? Ну, в целом правильно. Вот. Нужно решать конфликты, делать механизм этого, а это вот действительно сложно. Вот. И не очень понятно, например, что делать с всякими автоинкрементами, еще чем-то. Вот. Я, кажется, где-то видел схему MySQL Master Master репликации, где было сделано так, что на одном мастере были четные ключи, а на другом автоинкременты, а на другом нечетные. И так, типа, он не мог сконфликтовать. Это такое, на самом деле, что-то типа шардирование, что ли, уже пошло. Вот. Но на самом деле такая задача Master Master репликации, она возникает не только, когда у нас есть какая-то классическая база данных, она стоит там в разных дата-центрах, еще что-то. Вот. Она возникает неявно, когда у нас, например, есть устройства мобильные, и они бывают онлайн и там оффлайн. Например, если какой-нибудь календарик или еще что-то, мы едем в метро, у нас нет связи, мы там забили какое-то событие, да. Вот. Или вообще интернета нет. Потом мы пришли домой, там, с компьютера, там, записали какое-то событие. Потом появляется связь, и это устройство хочет отреплицировать вот это вот, ну, то событие на сервер. А там, может быть, уже в это время занято. Вот. И на самом деле это получается, Master Master репликация только с такими экстремальными задержками в часы, там, может быть, даже где-то в дни. Вот. И как раз вот эта вот синхронизация, там как раз в процессе вот этой синхронизации должен быть зашит механизм разрешения конфликтов. Вот. Что, если у нас событие одно стоит в одно и то же время? Какое из них выбрать? Не очень понятно. Доверять времени? Время может быть к какому времени? Когда оно пришло на сервер, как бы неизвестно, когда оно было там на клиенте зашито. Время не с клиента. У клиента вообще непонятно, какое время может быть. Вопросов там уйма. Вот. И действительно такая система, она вырождается в то, что каждое наше устройство, которое это, это отдельный дата-центр, отдельный мастер, и задержки вообще непредсказуемые, очень большие. Вот. Другой пример – это всякие Google Docs, Etherpad и вот это вот все, когда мы коллаборативненько начинаем там что-то там печатать. По сути, у нас каждый из наших вот клиентских приложений там, который работает в браузере, он является таким лидером. Мы в каждой из этих экземпляров можем писать, но при этом на остальных лидерах, куда наши смежники тоже могут писать, должны эти изменения отражаться. И отражаться как-то консистентно. Вот. И это тоже в чистом виде мастер, задача мастер-мастер репликации. Вот. Понятное дело, что мы здесь, например, лочить не будем, кто-то один начал печатать, всех такой, подождите, там синий олень печатает, или там, как это обычно в Google Docs там, золотой бобер там, кто еще, кого там только нету, наверное. Шакал. А? Шакал. Да, шакал заблокировал ваши документы. И, пожалуй, картинки. Да. В общем, когда, если вы где-то увидите схему с мастер-мастер репликации, первый вопрос, который вы должны задать ее создателю, спросите, а как решаются конфликты? Если он скажет, что тут конфликтов не бывает, тут еще что-то, то, в общем, будьте настороже и хранение данных таким специалистам не доверяйте ваших ценных. В общем, как вот эти в мастер-мастер репликации конфликты неизбежно есть, и их надо как-то решать. Вот здесь наглядные примеры конфликта. Вот какое-то значение на одном мастере один пользователь записал B, на другом A каждый из мастеров ответил ок, дальше захотел отправить асинхронно на slave, который является мастером. И вот что должно быть? Непонятно. Вот. Первый способ, как с этим бороться, можно вообще пытаться избегать конфликтов. Вот. А как их избегать? Не совсем. Можно, например, делать так, что если пользователь, ну, например, он может, ну, записи пользователя могут сконфликтовать, только с его же записями, то можем, например, каждому пользователю выделить по, там, ну, обозначенному мастера и все запросы пользовательной запись гнать в этот мастер. То есть, по сути, мы, ну, свели задачу для конкретного пользователя к репликации с одним лидером. Вот. Но здесь такая проблема, что если вдруг у нас начнется там какое-то перемещение, еще что-то, там лидер может уходить, потому что вообще-то мы делали несколько лидеров для того, чтобы переживать благополучное выпадение одного лидера, то вот этот наш инвариант нарушается, нам придется куда-то гнать этого пользователя. Вот. А там уже могут быть конфликты. В общем, нельзя, от того, что мы избегаем конфликты, конфликтов меньше не становится. В общем, это такой жизненный принцип. Кстати, здесь презентация древняя, поэтому тут мемасики есть. Вот. Раньше было модно, сейчас не модно. Вот. И самое забавное в том, что не я их придумал, я просто искал картинки, искал, и они были. То есть, не я вот здесь фразочки придумывал. Другой момент, то, что, как вот нам бороться с конфликтами. Вот. С одной стороны, можно попытаться решить конфликт, с другой стороны, можно сделать так, чтобы в конечном итоге что-то осталось, неважно, насколько оно справедливо. То есть, грубо говоря, там, не знаю, убрать одну из конфликтующих сторон. Неважно, права она, не права, логичный результат, нелогичный, ну, конфликта нету, как его нету, неважно. Вот. Что это значит? Проблема в том, что у нас конфликт возникает тогда, когда у нас нету порядка записи. Если бы у нас был порядок, у нас, может быть, и не было конфликта бы. Вот. Поэтому, что мы должны сделать? Мы должны сделать так, чтобы в конечном итоге, в каком бы порядке записи не приходили, на репликах осело все в одинаковом состоянии на всех. То есть, конфликт это тогда, когда на разных репликах и разное состояние. Нам нужно сделать, чтобы разного состояния не было. Как это сделать? Мы можем каждой записи давать какой-нибудь уникальный айдишник и оставлять в конечном итоге ту запись, которая с максимальным айдишником, например. Неважно, логичная она, нелогичная, корректная она, некорректная. Но тем самым мы сделаем так, что в конечном итоге на всех репликах осядет запись с этим максимальным значением. У нас нет конфликта. Замечательно. Другой способ, что мы можем какому-то мастеру, например, давать, то есть аннотировать каждую запись тем лидерам, кто ее породил, и точно так же выбирать запись с максимальным лидером. Точно так же нелогично, но это сходящийся процесс, который тоже приводит к разрушению конфликта. Либо мы можем на самом деле сохранять все значения, которые конфликтуют, и потом их мерзжить как-то. А как их можем мерзжить? Мерзжить мы можем как-то вручную. И вот когда мы их можем мерзжить? Мы с одной стороны можем мерзжить в момент записи, то есть мы записываем, видим конфликтующие значения, прочитали, выполнили какой-то код, который что-то смёрзжил, какой-то для данного конкретного случая нам выдал какой-то разумный результат, и его записали. Либо же мы можем во время чтения разрешать этот конфликт. То есть наше приложение, когда читает, то есть при записи мы сохраняем все конфликтующие значения, а при чтении наш клиент получает всю эту пачку значений и каким-то разумным образом их мерзжит. При этом он может переписать, может не переписать в исходной базе данных. Может ли возникнуть проблема с чтением всех разум, ибо не все доступны? Один раз мы прочитали, доступно 5 реплик, в следующий раз 7, а на тех двух было что-то… Здесь дело в том, что у нас нет шардирования пока ещё, поэтому у нас на всех репликах одинаковое состояние. То есть, грубо говоря, если мы записали, они могут отличаться только набором множеством, но в конечном итоге, если репликация работает, то в конечном итоге через какое-то время на всех репликах осядет один и тот же набор конфликтующих значений. Есть, на самом деле… Это такой кастомный код нам надо писать, то есть у нас есть какая-то доменная область, и мы знаем, что когда какие-то значения, то логичный результат разрешения конфликта будет такой-то. На самом деле есть механизмы автоматического разрешения конфликтов. Кто не слышал про conflict-free replicated data type? Они есть для всяких сетов, мэпов, каунтеров. Они позволяют автоматически… как сказать… мёржут конфликтующие значения. А другой способ – это автоматически мёржен, как вот устроен в ГИТе. Там, например, поскольку у нас каждое изменение, оно не изменяет текущее состояние, оно порождает новое состояние, то есть у нас такое изменение состояния. Если у нас происходит какое-то ветвление, например, мы в ГИТе сделали веточку, начали коммитить и потом начинаем мёржить. Вот. Эта структура называется mergeable immutable data structures. И там как раз так называемый 3-way merge. Кто знает, что такое 3-way merge? Когда родители… Да. Когда, например, в Меркурии или в ГИТе, когда мы не только два текущих состояния, а мы знаем еще и общего предка, из которого все это породилось. И это нам дает больше информации для автоматического мёржа. То есть, как правило, у нас даже если, например, файлики были модифицированы, там разные части одного файлика в ГИТе были модифицированы, автоматический мёрж все равно пройдет. Вот если уже конкретно одна часть, то тогда уже не пройдет. Вот. Ну и третий подход – это как раз ровно то, что применяется в всяких Google Docs. это именно трансформация списка символов, чтобы, собственно, есть документ. Для него есть выделенные какие-то решения. Вот. Их тоже можно прочитать. Вот. Это была репликация с несколькими лидерами. Вернее, есть вопросы? Пожелания там, не знаю. Окей. Значит, и третий вид репликации – это когда у нас нет выделенного лидера. В первом случае был ровно один выделенный лидер, во втором было несколько выделенных лидеров. В третьем случае у нас нет вообще лидеров. Вот. Но если вспомнить предыдущий, то в первом случае мы слали все через одного лидера. Вот. И сама база данных у нас заботилась о том, чтобы вот эта репликация, она происходила. Вот. И такой неявный момент, что в такой схеме на самом деле был порядок. И этот порядок, он был индуцирован мастером. В каком порядке запросы приходят на мастер, грубо говоря, от одного клиента даже, в рамках одного потока. Это и есть порядок. Вот. В случае репликации без выделенного лидера, такого порядка у нас не будет, как мы это увидим дальше. В общем, в случае репликация без выделенного лидера, она как и работает. У нас есть набор злоб, и все эти узлы равнозначны. То есть каждый из них может принимать запись, и больше с ней особо ничего делать не может. Вот. И справедливости ради надо заметить, что изначально вообще такие системы и появились. То есть они довольно древние. Но популярность они приобрели после того, как Amazon выпустила статью об устройстве своей базы данных Dynamo. Там есть ссылочка на статью. Вот. И после этого появились опенсорсные ее аналоги. Вот одна из которых – Кассандра. Про Кассандру Вадик рассказывал. Вот. Мы сейчас ее тоже немножко коснемся. Вот. Ну и в данном случае задача про репликацию, про то, когда и на какую реплику записать, она ложится на какую-то более такую клиентскую часть, что ли. То есть либо сам клиент, либо какой-то выделенный координатор, который занимается вот этой задачей. Вот. Вот здесь вот примерно нарисована схема. Здесь уже, если обратите внимание, раньше был MasterSlave написано. Вот. Здесь просто реплика, потому что они все равнозначны. Вот. И, например, первый пользователь, он пытается на все три… узла записать новое значение. Вот. Но дело это успешно только на двух узлах. Вот. А второй пользователь, он со всех трех узлов пытается прочитать. Вот. Он получается, что с двух узлов прочитал новое значение, а с одного – старое значение. Вот. И вот что ему делать? Ему надо как-то понять, какое же значение актуально. Вот. Он может… Как это сделать? Он может видеть, что там либо их два новых, либо они новые свежее по какому-то признаку, они свежее. И сказать, что опаньки, оно… Я типа… Я беру вот это значение как истинное, как итоговое. При этом он еще может сделать такой трюк – сделать хорошо всем, увидеть, что где-то плохо, и поправить это место. Вот. Как это в Cassandra называется? Read Repair. Read Repair называется. Вот. В общем, как видно, вот если мы пишем вот так вот и не требуем записи на все узлы, у нас начнет расти эндерапия. То есть, у нас часть записи будет на одном количестве, часть на другом, и вообще будет бардак. Вот. И с этим надо что-то делать, чтобы у нас все-таки на узлах были более-менее консистентные состояния. Вот первый вариант – это Read Repair. Когда у нас клиент прочитал, увидел, что есть новые значения и старые значения, и там, где старые значения, он записал новые значения. Сделал хорошо всем. Вот. Но это хорошо работает тогда, когда у нас какое-то значение читается часто, потому что Read Repair, он не отрабатывает на каждый запрос. Даже если мы, например, делаем там Keyspace в Cassandra, мы говорим, какой у нас там Read Repair шанс. Например, у нас каждый десятый запрос только будет пытаться делать Read Repair, если он обнаружит неконсистентность. Вот. Либо это можно делать так, что в фоне работает какой-то постоянный процесс, и он там по каким-то признакам находит неконсистентности. Например, деревья Меркли используют с разных узлов, сравнивают их, находят неконсистентность и правят ее. Либо еще какой-то. Вот. Из своего опыта я скажу, что когда у нас, это не в Одноклассниках, когда у нас была Cassandra и не было постоянного вот этого фоновой правки, это была боль, потому что постоянно были неконсистентные данные. Какой бы там, ну, вот, когда мы его запустили, стало вообще благодать. В общем, без него в этих системах никуда, это, поверьте. Вот. Дальше мы будем, вот у нас, мы как читатель или как писатель, мы записываем, читаем, и нам нужно определить, какое же значение актуальное, корректное. Вот. В этом нам помогут кворумы. Вот. Что такое кворум? n пополам плюс 1. Правильно, в какой-то степени, да. На самом деле, это такой довольно хитрый вопрос, потому что, ну, кворум очень широкое понятие и в разных контекстах обозначает разное. Вот. Я попробую рассказать, что оно здесь, в нашем случае, означает. Ну, в целом, да. Правильно. Это здесь n пополам, кверху, плюс 1. Вот. Если у нас в нашей схеме n-реплик, да, то если мы потребуем одно количество подтверждений о записи и какое-то количество успешных ответов на чтение, то если у нас выполняется такое условие, то мы гарантированно прочитаем свежие данные. То есть, в чем здесь смысл? Здесь смысл в том, что множество серверов, на которые мы записали и множество серверов, которые мы прочитали, оно как минимум по одному узлу пересечется. То есть, как минимум одну самую актуальную, самую свежую запись мы получим. Вот. Ну, и в данном контексте это называется кворным чтением, кворным записью. Вот. И обычно вот это вот количество, сколько мы запросов ожидаем, что успешно завершится на запись и сколько ответит нам на чтение, они конфигурируемы. И более того, они конфигурируемы на уровне запроса каждого. Вот как это в Кассандре называется. Consistency Level. Вот такое. Вот. В Кассандре эта штука называется Consistency Level. Ну вот, к примеру, если мы, самый такой простой пример, если у нас n-реплик, а мы требуем, чтобы было успешно записи меньше, чем n-реплик, мы можем переживать попадение нескольких реплик, когда мы делаем запись. Это очевидно. У нас 5 этих, мы требуем запись на 3, у нас могут 2 выпасть и мы сможем благополучно соблюдать наш инвариант. То же самое с чтением. Вот. А чтение успешно, если у нас результаты пришли как минимум с двух реплик, то мы сможем пережить выпадение любого узла одного. Потому что у нас с пересечением всегда будет один. Вот. Аналогично, если у нас там 5 узлов и мы требуем ответов с 3 узлов. Вот. Но при этом здесь тонкий момент, как оказалось, не всегда это правильно понимается. Мы всегда запросы делаем на все n-реплик, а дожидаемся успешных ответов только от нужного нам выбранного количества в соответствии с конфигурацией. Вот. Какие вот у этого, как бы, здесь все звучит так хорошо, все просто, оба прочитали, подождали, там выпало, что-то смержили, взяли там по какому-то принципу свежий там результат, актуальный и все хорошо. Вот. Но есть проблемы. Какие здесь проблемы могут быть? Как выбирать этот результат, потому что все синхронно идет одновременно и больше? Правильно. Вот было правильно сказано, что у нас, поскольку записи идут параллельно, мы вполне себе можем потерять данные. То есть, что значит потерять данные? У нас один клиент записал на все три реплики благополучные, ему ответило ок. Вот. Следующий пришел, записал на эти же три реплики, ему тоже ответило ок. С точки зрения первого клиента мы вообще потеряли его данные. Вот. Это не очень хорошо. Вот. И поскольку записи у нас идут параллельно, мы параллельно, один клиент параллельно пишет на три, другой клиент параллельно читает с трех. Вот. И может произойти так, что он в какой-то момент захватит, ну, ему ответил, например, две реплики уже. И если, а записался, например, только на одну. Если это одна попала в эти две, то он новое значение возьмет в качестве итогового результата. Если не попало, он возьмет старое значение. То есть у нас непонятно. Даже более того, мы можем сделать два параллельно запроса и они вернут нам разные результаты. Вот. Либо же, если у нас, например, как мы здесь, можно заметить, здесь нет никаких транзакций. Если мы параллельно записываем на три реплики и у нас на одну записалось, а на две отвалилось, мы не откатываем то, что мы записали на первую. Соответственно, если у нас такая частичная запись произошла, то тот клиент, кто читает, он может как увидеть новое значение, так увидеть старое значение. Ему ответило две реплики, где старое значение, он сказал старое значение. Ему попала реплика с новым значением, он сказал новое значение и вот такое моргание. Другой момент, что если вот та реплика, на которую села вот это новое значение, она выпала, то у нас вообще-то мы нарушили quorum. То есть, quorum был такой, что мы вроде как записали, у нас в пересечении есть, но в пересечении чтения и записи есть узел, но он выпадает и все нарушается. В общем, это не очень хорошо. Вот, еще есть такой момент, не знаю, как по-русски это называется, но, в общем, sloppy quorum, это жидкий quorum, жиденький, я не знаю, как в русскоязычной литературе не встречал. Вот, это будет бонусом потом, но в этом случае оказывается так, что сумма-то вот этих реплик, которые ответили на чтение на запись, она больше n, но они не пересекаются. Потому что, вот, и из-за этого тоже нарушаются гарантии какие-то по консистентности. Вот, какие здесь можно сделать выводы. Вот все вот эти базы данных, которые построены по образу и подобию Dynamo, они по своему построению у них eventual consistency. Если нам нужно strong consistency, то нам точно не сюда, ну, как минимум не в чистой реализации вот этих баз данных. Вот, и вот эти вот параметры, вот этот вот, которые в Cassandra выражаются через consistency level, они, на самом деле, управляют только вероятностью того, что мы прочитаем более-менее актуальное значение, но они вообще не гарантируют это. Это надо иметь в виду, то есть во всех докумендациях пишут, что вот, если вы делаете вот так вот, то вы получите вот это. На самом деле нет, там какая-то вероятность, что вы получите это, и другая вероятность, что вы получите не это. Вот, ну, и поэтому те приложения, которые мы пишем с использованием таких баз данных, они должны иметь это в виду, что сильной стороной таких баз данных является высокая доступность, низкая задержка, потому что мы, ну, не требуем ответа всех узлов, соответственно, нам отвечают быстро те узлы, которые отвечают быстро, и нам этого достаточно. Вот, но при этом мы можем часто видеть какие-то старые значения, либо моргающие значения, и если наше приложение к этому готово, и наша бизнес-задача это позволяет делать, то можно смело использовать. Вот, что еще здесь хорошо? В целом вся вот эта вот система, она очень хорошо работает при взаимодействии между дата-центрами. Вот, почему она так хорошо работает? Потому что у нас, мы пишем на всех, соответственно, реплика, которая в соседнем дата-центре, она нам в целом не обязана ответить, мы можем не дожидаться, но в конечном итоге до нее запись дойдет. Вот. Также у нас хорошо, что есть из коробки резолюция конфликтов, потому что без нее, ну, это лежит в основе таких, такой схемы репликации. Вот. Ну и то, что мы не дождаемся ответа от всех реплик, это нас спасает от всяких там временных сбоев, поэтому, которые между временных сетевых сбоев и задержек, которые часто возникают между дата-центрами. А поэтому такой подход очень хорошо живет между дата-центрами. Если вот мы вспомним Кассандру, у нее даже из коробки есть знания про то, что, ну, про дата-центр и еще что-то. Вот. Вообще как можно, сейчас вот бегло о том, здесь, конечно, лучше было это нарисовать картинками, но что-то я поздно об этом подумал. Вообще как идея, как можно взаимодействовать между дата-центрами. Первый вариант то, что у нас, у нас первый вариант, когда у нас n-реплик, и эти n-реплик у нас размазаны по всем дата-центрам, и когда мы записываем, мы на самом деле, как правило, требуем ответа от реплик из локального дата-центра какого-то подмножества. Вот. И в то же время наш клиент отправляет записи на все реплики. Ну и чтение тоже отправляет на все дата-центры. Просто по стечению обстоятельств, поскольку мы находим, оказывается так, что реплики в нашем дата-центре ответят нам быстрее. Вот. Другой подход то, что, ну, и Кассандра, и Волдеморт, тот, кого нельзя называть, они так работают. А второй подход заключается в том, что у нас есть несколько дата-центров, и в каждом из дата-центров по n-реплик клиент взаимодействует только со своим дата-центром и ожидает с репликами в своем дата-центре, и ожидает ответа на запросы от них. Вот. А сама база данных, она занимается тем, что реплицирует между дата-центрами. Вот. Это, так, не знаю, метафорично, что ли, зеркалирование можно назвать. Вот. И React тоже дайна им оставил база данных, она так и работает. Вот. Теперь мы перейдем к тому, как же нам вообще выбирать значение, когда у нас случилась конкурентная запись, независимые записи. Вот. Вот здесь вот на этой картинке можно увидеть, что у нас в одно и то же значение два пользователя примерно в одно и то же время попытались записать в одну и то же переменную разные значения. Вот. Но случилось так, что одному пользователю удалось записать на три реплики, а другому пользователю только на две реплики. Вот. И после этого один из них читает. И он видит два одних значения и одно другое значение. Вот. Как ему выбрать здесь? Какое значение корректно? Непонятно. И правильно, что непонятно. Вот. Все зависит от того, какую политику мы выберем. Одна из политик, мы можем считать, что та запись, которая самая последняя, она самая свежая, она... Это и есть истина. Вот. Но что значит последняя? Мне очень важно. Чтобы сказать, что она последняя, значит должен быть порядок. Откуда нам этот порядок взять? Вот. Можно этот порядок индуцировать, каждой записи назначая timestamp и говоря, что та запись свежее, у которой timestamp больше. Вот. Но здесь, понятное дело, мы теряем данные. Кто-то взял и перетер, и все. Вот. Поэтому в общем случае этот вариант не очень хороший. Вот. Но он хорошо работает, когда у нас, например, нет обновлений. У нас есть только добавление записей новых. Например, условно у нас идут какие-нибудь клики мы логируем или показы. Это пишем. И у каждого клика показа свой уникальный ключик. Вот. У нас данные не изменяются, не апдейтятся, мы только инсертятся, то в целом все хорошо. Ну там как бы конфликт это быть не может, поэтому все хорошо. Вот. На самом деле этот выбор, он может быть улучшен, если кто не слышал про Google Spanner и TrueTime. Вот. Проблема, что такое NTP. Вот. Но даже NTP, он не дает возможности сделать так, чтобы на серверах, особенно на удаленных географически далеко друг от друга, было одинаковое время. Ну и это очень плохо, потому что если это сервер баз данных, то записи, которая пришла на него, назначится время этого сервера. Вот. Если время куда-то сбоит, то запись либо будет несправедливо перетираться, либо несправедливо перетирать другого. Поэтому в Гугле сделали такой сервис TrueTime. Это что такое? Если я правильно понимаю, я могу ошибаться. Вот. Рядом с каждым дата-центром стоят атомные часы. Вот. И эти атомные часы, мало того, что они довольно точно считают время, так они, на самом деле, вот этот TrueTime, он оперирует не таймстэмпами, а диапазонами таймстэмпа. И когда приходит какое-то событие, он назначает этому таймстэмпу такой диапазон. Говорит, что, скорее всего, это событие произошло от сих до сих. Вот. И если две записи, у каждой из них назначен вот этот диапазон, и они считаются независимыми, или если диапазоны никак не пересекаются. И тогда точно можно сказать, что одна раньше или позже. Вот. И тогда все честно. Вот. А если же они хоть как-то пересекаются, то это конфликт, который надо как-то решать. Вот. Там вот ссылочка на статью про Google Spanner. Это довольно интересная система. Вот. Рекомендую прочитать. Вот. Ну, мы вернулись к нашей Кассандре, и, как известно, там используются Last and Ride Wins. Вот. Причем по таймстэмпу, который назначил сервер. Вот. Это хорошо или плохо? Вот. На самом деле это в какой-то степени не очень плохо, потому что Кассандра нам позволяет что делать? Она нам позволяет... Поскольку к записи привязано не одно значение, и мы не его перетираем, мы можем завести, заводить колоночки на лету и разными клиентами модифицировать разные колонки, если нам это требуется, и потом уже мерзжить. То есть там в целом подход плохой, но исходя из других аспектов, которые нам дают Кассандра, с этим можно жить. Вот. Ну, в общем случае, как правильно нам делать, как в распределённых системах, нам нужно вводить порядок. Обычно вводится Happens Before. Кто знает, что это такое? В Java есть, там Java Memory Model. Был курс по Java? Ну, в общем, если есть два события, то между ними можно установить такое соотношение. Такое отношение, это отношение частичного порядка. Вот. Которое вот так вот неформально, оно говорит о том, что одно событие либо что-то знает про другое, либо оно произошло на его основе, ну, является производным от него. Вот. Либо оно каким-то иным образом зависит от этого события. И вот если у нас есть такая цепочка вот этих частично упорядоченных событий, то между ними есть порядок. Вот. А если у нас ни А, ни Б не находятся в отношении этого порядка между собой, то тогда эти события считаются независимыми. Они же concurrent. Вот. И вообще правильный путь, он заключается в том, чтобы трекать вот эти вот соотношения, какое событие зависит от чего, и на основании этого разрешать вот этот конфликт. Вот. Но почти никакая система так не делает, потому что это довольно сложно. Вот. Да, есть этот, но в целом оно тоже, ну, это, это же векторные часы и векторные временные метки, они позволяют это сделать, но все равно они могут приводить к конфликтам. Ну, то есть там не всегда можно вычислить причинно-следственную связь между разными событиями. Можно сказать, что в распределенной системе, что оно действительно до или после, вот, но нельзя сказать, они связаны между собой или не связаны, зависимы или независимы. Ну, точнее, нельзя сказать, они concurrent или не concurrent. Вот. Там, на самом деле, так, если у нас времечко остается, там есть небольшой раздел про Sloppy Quorum, так, для общего развития. Вот. Но лучше сейчас основные вопросы. Ну, я не знаю, тут лучше нарисовать. Я не знаю, как это так вот рассказать, но, в общем, это часы, где не одновременная метка, а несколько. Соответственно, каждый узел, когда он выставляет метку, он выставляет не итоговую метку одну, а выставляет в той позиции, которая соответствует этому узлу. Вот. И тем самым мы можем такие вектора сравнивать, грубо говоря. Ну, это так, очень-очень грубо. Вот. Это просто такой способ индуцирования порядка в распределенной системе. Хоть какого-то. Ну, он... Это вот сродни того, что мы говорили про сходимость при разрешении конфликтов. То есть неважно, какое у нас значение останется в конечном итоге, главное, чтобы оно одно осталось на всех. То есть мы выбирали какое-то максимальное по какому-то идентификатору, либо максимальное... Либо то, которое аннотировано каким-то значением, которое каждый свое назначает мастер, который записывает это значение. Вот. Давайте, давайте еще вопрос. Там много вопросов. Ладно, сейчас я тогда переговорю еще один тонкий момент. Вот, смотрите, мы проговорили в Кассандре то, что мы, например, записали на... Например, у нас три реплики, да? Например, у нас пять реплик, да? И нам нужно, чтобы был кворум, нам нужно, чтобы было три успешных записи и три успешных чтения, да? К примеру, у нас произошло две успешных записи, да? И при этом мы сделали три успешных чтения. И вот эта успешная запись попала. То есть у нас в конечном итоге нам, ну, даже более того, у нас, например, четыре успешных чтения. То есть у нас, получается, мы прочитали три старых значения, одно новое. Вот. Какое должны мы выбрать? Все правильно, да. Вот просто иногда это тонкий момент, что воспринимается кворум, что кто больше, чего больше, то и надо взять. Но это не так. Здесь именно выбирается самое свежее. И кворум как раз заключается в том, что существует пересечение, что мы в любом случае прочитаем, откуда-то при соблюдении этих условий, откуда-то мы допрочитаем свежее значение. И вот этот наш механизм разрешения конфликтов, как выбор самого последнего по таймстэмпу, он нам вернет его. В общем, все правильно. Вот. Но, как уже было сказано, кворум может нарушаться, если это слопик кворум. Вот. И разные динамо-стайл базы данных, они предлагают такой режим. В общем, что это такое? У нас репликация без выделенного лидера. Не знаю, вот Кассандра там. Волдеморд. Валассандра. Ходят слухи, что такое тоже есть. Так, это гибрид. А, так, слопик кворум. Вот. В чем это заключается? Это заключается в том, что у нас есть несколько таких партиций. Можно рассматривать как, ну вот, у нас есть три группы реплик. Вот. И каждый клей взаимодействует со своей группой. Он пишет на все три, дожидается там ответа от двух и на этом радостно останавливается. И может быть случится такое, что какие-то узлы одной реплики, одного набора реплик вышли из строя. Вот. Два узла вышло. Соответственно, если мы хотим кворумных записей чтений, мы должны... Ну, у нас что здесь? Остановится, да? С другой стороны, у нас обычно в шардированных системах происходит, что у нас узлы-то вообще-то еще есть. Вот. И что нам предлагается сделать? Нам предлагается сделать так, что вот эти записи, которые будут приходить на... Вот от этого клиента мы их отправим на здоровые живые узлы, но мы не будем их туда записывать, а сложим так называемые логи хинтов. Хинты – это такая запись, что, мол, ты узел, подержи у себя вот эти данные, они предназначены на самом-то деле для такого узла, и когда ты прознаешь, что этот узел восстановился, ты ему отправь их. Вот. Тем самым получается, что мы, вот наш вот этот клиент, вот эта третья партийца, он имеет возможность продолжать записывать данные. И даже, возможно, эти данные не потеряются. Вот. Дальше наступает светлое будущее. Вот эти две реплики третьего шарда, они восстанавливаются. Вот. И в этот момент вот эти вот заместители, которые накопили хинты, то есть записи о тех записях, которые должны были произойти на те реплики, они начинают их отправлять. Вот. И в этот момент, на самом деле, он не всегда быстрый, а здесь читать мы начинаем уже с вот этих вот зеленых партиций, которые восстановились. Соответственно, у нас получается так, что записывать-то мы записывали на нужное число реплик. Вот. А читаем тоже с нужного числа реплик, но у нас пересечения нет. Вот. И на самом деле это вообще-то не Quorum, и часто во всех базах, ну во многих Cassandra, например, такая штука, она работает только на consistency level any. Вот там есть consistency level one и any. Вот чем они отличаются между собой? На any вот это работает, а на one? Да, но он говорит, что должен записать вот ровно туда, куда надо. А any, это значит, что это может даже сесть хинтом, если твой узел ответственный за партицию, ни одного узла ответственный за вот ту партицию, которая соответствует твой записываемый ключ, он недоступен. Супер правильно. Вот. Но он называется sloppy quorum, но вообще это никакой не quorum на самом-то деле. Вот. Но такие механизмы в базах данных есть, они позволяют увеличить доступность на запись, например, ценой целостности данных. Вот. Это опять же про компромисс. Вот. Ну. В целом все, да. А как это в Cassandra сделано? Там работает gossip-протокол, посредством которого распространяется мета-информация о состоянии кластера. Вот. Ну, что такое gossip-протокол? Это, на самом деле, такое семейство протоколов, когда каждый узел знает каких-то своих соседей, знает какое-то состояние о внешнем мире, и он может обменяться своими знаниями с соседом. Ну, gossip это буквально слухи. Вот. Встретился там на Coffee Point, что там переговорил, сказал, этот заболел, этот живой, этот здоров, этот помер. Вот. И там каждый из них пошел еще к другому соседу и поделился той же самой информацией. Вот. Ровно посредством gossip-протокола каждый узел в кластере узнает, жив или нет тот или иной узел. И в тот момент, когда им приходит информация о том, что этот узел живой, а у него накоплены хинты, которые этому узлу предназначены, он их ему отсылает. А хинты же должны накапливаться на всех живых? Нет, хинты, хинты, они накапливаются на каких-то. А если, ну, допустим, сканный обвал? Ну, тогда все, да. Ну, то есть он повышает, но уровень доступности на запись, но не обеспечивает стопроцентную. То есть у нас, если весь кластер выпадет, нам, понятное дело, записывать некуда будет совершенно. А вот те ноты мертвые мы читаем тоже из хинтов? Нет, из хинтов мы не читаем. Да, поэтому это не кворум. Мы можем читать, если у нас третья партииция, мы можем читать вот с одной оставшейся, но что-то прочитаем, что-то не прочитаем. Вот равно поэтому это не кворум. То есть, а то получается, что мы как бы получили подтверждений недостаточно, а при чтении мы их, ну, не получаем нужных данных. Насколько консистентен выбор? То есть, будем ли мы использовать для хинтов конкретно две определенных, если бы было две или... Нет, 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 конечно, нет. Ну, то есть там я точно не могу сказать, какой алгоритм, но я так подозреваю, что он, ну, более-менее как-то равномерно будет размазывать. Я могу ошибаться, но если я правильно понимаю, что хинт это просто журнальчик, игровой графайлик с записями. И каждая запись, она говорит, что вот, что отправь вот это вот, ну, это просто запрос на запись, обернутый в какой-то конвертик, который говорит, что надо вот этот запрос на запись исполнить тогда, когда вот этот станет жив. То есть, по-хорошему, те две ноды могут прийти все остальные в какой-то момент со словами, а вот мы для тебя накопили. Да, да. Спасибо. Ну, разумеется, там, ну, я детали здесь не знаю, вот это вот вы можете у Вадима Цыську выточнить. Вот он здесь детали точно знает. Вот, скорее всего, там продумана защита про это, и они не будут заваливать его, ну, те восстановившиеся. Ну, как правило, и без того худа. Ну что, если вопросов нет, тогда, наверное, все. Спасибо. 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 Спасибо.